Те одесситы, у которых нет возможности отдохнуть в Турции и насладиться восточным базарным колоритом Стамбула, могут это сделать в Одессе. На улице Королева, между площадью независимости и Вильямса. Только вряд ли им это понравится. Съемочная группа телекомпании Круг прислушалась к жалобам местных жителей и побывала на месте. Торговцы заполонили едва ли не все жизненное пространство. Хорошо хоть, как на восточных рынках, за руки зазевавшихся покупателей не хватают. А так, ну настоящий восточный базар. Торгуют и с земли, и с ларьков, и из мафов. Ассортимент продукции самый разнообразный, и всякий ширпотреб, и продукты питания. Само собой, о съедобности различной еды и ее пользы для здоровья вопрос даже не стоит поднимать. Скамейки две сделали, посмотрите, в этой продавце сели, уже не останешь ничего. Как уйти? Пару раз приходил участковый или кто-то, они уходят. И потом обратно так же самое. Потому что они с пола торгуются. А больше мудок нету, только одна, и хлебная. Не, а вон там вот дальше. Ну это начальник рынка поставил, это местный олигарх. Это все он, по-моему, сделал. Я сбыл его фамилию. Это все его. Плохо. Это плохо. Конечно, базар у нас рядышком, но люди вот привыкли так уже работать. Надо, чтобы власть наша повлияла на это дело, боролись. Что же она не влияет, как считай? Ну слабенько работает, пока что слабо. Хотелось бы, конечно, порядка уже на наших улицах. Вот эти вот, видите, напротив, там ларьки, которые там уже столько много лет. Ну и надо понимать, путешествие, например, с детской коляской по этой местности, тот еще экстрим. Нужно быть не иначе, как шумахером. Потому как не вписаться в поворот и вписаться в бабушку с фруктами запросто. Здесь довольно тяжело с колясочкой, колеса развиваются. А по той стороне вообще нереально ходить. Она полностью разбита и загорожена все торговыми прилавками. Там вообще никогда не ходим, обходим десятой дорогой. Ну что, замусорили ее, понаставили на дороге пройти негде. Идиотство, надо вот эти будки все сносить. Вот эти будки все сносить. Делать улицы, как улицы, как они были когда-то. В город пойдешь, пройти негде. Понаставили этих будок, я не знаю. А вот соседний рынок Южный, говорят местные жители, простаивает. Кому выгодно, чтобы этот рынок медленно умирал? Только тому, кто интересуется, опять же, городскими рынками. И под шумок желает поживиться очередным лакомым куском, когда-то принадлежавшим Одесской громаде. Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания Круг.